Всем привет! Вы на канале о обыкновенной жизни на необыкновенных Филиппинах, где мы делимся своим собственным опытом проживания в этой чудесной стране. Вообще, я считаю, что наша жизнь очень интересна и многогранна, потому что, несмотря на возраст, мы ежедневно открываем для себя что-то новое, изучаем это новое и стараемся относиться ко всему новому с позитивом. Мы имеем большой опыт путешествий по странам Юго-Восточной Азии и проживания в Китае. И когда-нибудь, друзья, мы обязательно этим с вами поделимся. Ну, а пока мы находимся на Филиппинах, делимся с вами впечатлениями именно об этой стране. Друзья, приветствую вас из филиппинской глубинки острова Исибу. Вполне возможно, что эта информация для многих из вас уже известна, но я думаю, что для многих также окажется очень полезной. Сегодня я поделюсь с вами тем, что сама узнала совсем недавно. Речь пойдет о пользе папайи. Нет-нет, не плодов папайи, которые, несомненно, очень полезны для нашего здоровья, а о пользе листьев папайи, а еще вернее, о пользе отвара из листьев папайи. Оказывается, этот исключительно полезный напиток имеет множество благотворных свойств от повышения иммунитета до лечения онкологии. И последний факт связывают с особым ферментом папайином, содержащимся в растении, и в последнее время активно тестируемым на взаимодействие с раковыми клетками. И в поддержку теории о невероятной пользе экзотического чая из листьев папайи свидетельствует тот факт, что жители регионов, где культура произрастает, естественным образом часто используют его в рецептах народной медицины. В настоящее время, когда тот или иной продукт начинают наделять волшебными свойствами, невольно приходится задумываться, действительно ли свойства столь волшебны, или дело в грамотном маркетинговом продвижении, мы заинтересовались свойствами этого напитка и решили проверить все на себе. Поэтому, друзья, рекомендую досмотреть этот ролик до конца. Отвар я готовила из тех листьев папайи, которую мы вырастили сами. И сейчас я вам расскажу, как. Дерево папайи очень легко вырастить прямо из семян, которые находятся внутри плода. Мы, когда кушаем, всегда оставляем эти семена. И просто закапываем их в какие-нибудь места неподалеку нашего участка. Вот это дерево, которое я вам только что показала, как раз выращено из тех самых семян плодов, которые мы когда-то съели. И это не единственное дерево, которое мы вырастили. Вокруг нашего участка и на участке очень много деревцов, выращенных подобным способом. Вот здесь за забором мы тоже закапывали эти семена. У нас на участке место, конечно, ограниченное. Поэтому мы закапываем уже их за участком. Ну вот здесь нижних листиков нет. Наверное, козы объели, которые в изобилии пасутся в этом лесу. А эти молодые деревца, это папайя, которая растет у нашего дома. И я надеюсь, скоро мы тоже с нее будем снимать урожай. Друзья, сорвала с дерева папайи, которое растет у нас, вот такой вот огромный лист. Лист дерева папайи. Посмотрите, какой он шикарный. И сейчас я буду готовить из него папаевый чай. Мы пьем чай из листьев папайи уже неделю. Конечно же, за такой короткий срок рано говорить о каких-то эффектах. Но мне кажется, что я чувствую в теле какую-то легкость. Наверняка это говорит о снижении веса. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Вот такой вот огромнейший этот лист. Его мне хватит минимум ковшика на 4 чая, который я буду пить целый день. Еще и с костюм поделюсь. Вот, начнем с того, что отрежем от него вот эту вот ножку. Я думаю, она нам не нужна. Музыка 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 Вот такого цвета напиток должен получиться. Музыка 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 в общем-то изменился. В частности, мы практически исключили из употребления молочные продукты, которые в России привыкли кушать очень часто. Почему? А все потому, что в провинции, там, где мы живем, молоко продается только в петропакетах и только в таком виде. И оно, кстати, нормальное молоко, не дешево. Конечно, я пыталась приготовить из него и кефир, и йогурт, и даже творог, но, друзья, это все не то. И скажем так, сейчас употребление молочных продуктов у нас сведено к минимуму, что начало сказываться на желудочно-кишечном тракте. У меня появилась изжога и некая тяжесть. Тяжесть в кишечнике практически прошла после двух недель употребления вот этого напитка. И через неделю у меня пропала изжога, что однозначно говорит о пользе вот этого напитка для желудочно-кишечного тракта. Так что, друзья, рекомендую. Я надеюсь, что сегодняшний ролик о пользе отвара из листьев папайи окажется вам полезным, и вы, более того, когда-нибудь попробуйте употреблять этот напиток сами и убедитесь в его пользе. Ну, а сейчас традиционно я хочу поблагодарить всех, кто сегодня был вместе с нами и досмотрел этот ролик до конца. Друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить больше интересных историй о нашей жизни на Филиппинах. Всем добра и до встречи в наших следующих видео о настоящих Филиппинах.